В армии реставрируют пушки с мемориала славы в Бендерах. Это легендарные ЗИС-3. Их боялись фашисты и хвалили наши солдаты. За что сейчас расскажем. Это орудие настоящее дитя Великой Отечественной войны. Немцы со страхом называли ее Раджбаум, потому что с таким звуком она стреляла и подбивала даже королевские тигры. А русские солдаты ласково называли ее Зося. Итак, встречайте ЗИС-3. Самая массовая пушка времен Великой Отечественной войны. ЗИС-3 пришла на смену довоенных дивизионных пушек. Ее конструктор Василий Грабин сделал симбиоз из двух орудий ЗИС-2 и Ф-22. Главное артиллерийское управление идею забраковало. Калибр 76 мм был не нужен, так как у противника в то время не было тяжелых танков. Ф-22 создалась по старой схеме, то есть там нужно было два управляющих солдата. Один наводил по вертикали, второй по горизонтали. В ЗИС-3 Грабин рычаги управления свел в одно место. То есть тот, кто наводил, он наводил одновременно и по горизонтали, и по вертикали. Это очень быстро, удобно. Грабин сумел убедить директора завода и без согласования с главным управлением предложил менять старые пушки на новые. Первые 50 орудий приехали на фронт в декабре 1941-го. И солдаты по достоинству оценили новинку. Затем конструктора вызвали в Москву, к Сталину. Существует легенда, перед тем, как эта пушка официально попала на фронт, Грабин пришел к Сталину и продемонстрировал свое изобретение. Иосиф Исарионович подписал, что это орудие должно воевать. После такого приказа ГАУ в течение пяти дней приняла пушку на вооружение, хотя к тому времени она уже воевала. Пушка у выставочного зала в крепости раньше стояла в музее Яско-Кишиневской операции в Кицканском монастыре. Здесь сохранился серийный номер и период выпуска данного орудия. То есть 43-й год, апрель месяц. Могла она принимать участие в Яско-Кишиневской операции? Это пушка. Здесь сказать, конечно, не могу однозначно, но она этого периода, то есть 43-й, 44-й год в боях она участвовала. А где конкретно уже это нужно смотреть по документам. ЗИС-3 легендарное орудие воевало против пехоты и техники противника. При взятии Берлина ее подняли на четвертый этаж. Оттуда в ночь на 1 мая вели бой. Из пушки выпустили более 500 снарядов. А еще такие орудия поставили у входа на мемориал славы в Бендерах. Более 30 тысяч орудий было выпущено. При этом нужно сказать, что немцы, которые не часто хвалили вражеское оружие и вообще считали, что оно значительно уступает немецким технологиям, тем не менее признавали, скажем так, превосходство нашей ЗИС-3 перед их орудиями. Сейчас пушки с бендерского мемориала славы реставрируют, их чистят, потом покрасят, заменят шины и к 9 мая вернут на мемориал.